Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Программа Другой Мир начинается. В нашей студии Татьяна Доли, энергоинформационный корректор, специалист по работе с внутренними ресурсами человека. Добрый день. Добрый день. И сегодня у нас в гостях по скайпу гость из Израиля, психолог, психотерапевт, специалист по работе с подсознанием Татьяна Зуева. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слышим, надеемся, вы нас тоже. Да, прекрасно слышно, всё хорошо. Очень рада, что мы вообще благодаря интернету можем связаться с любым концом вообще мира. И сейчас вот мы на связи с Израилем. Татьяна, мы бы хотели, чтобы вы нам рассказали немножечко, как вот тема актуальная, всех интересующая, да? Как бы нам вообще вот защититься от коронавируса эмоционально и психически? Наверное, это ваша тема. Ну, я бы хотела начать с того, что, ну, прежде всего, это тема о психологических причинах болезни. И мне всегда удивительно, почему мы думаем, что, выпив таблетку, мы можем решить проблему нашего тела. Как будто тело — это не часть нас, как будто это что-то постороннее, но на что мы не можем никак влиять. Вот. И поэтому, ну, что мы думаем, что такое мы? Наверное, это наши мысли, вот наши желания, то есть что-то, что мы осознаём, то, что нам кажется, то, что мы понимаем. Но на самом деле вот это сознание, то, что мы осознаём, занимает всего лишь 10% всей информации, которая относится к всему нашему мозгу, ко всему, что касается нас. А что же такое 90%? Это эмоции, это инстинкты, это наш жизненный опыт, какие-то модели поведения, которые мы неосознанно используем. Поэтому, да, и тело, конечно, и тело тоже относится к этим 90%. То есть то, что происходит с телом, вот болезни, да, в частности коронавирус, как они возникают? Потому что наш мозг даёт телу какие-то сигналы. Если мы это игнорируем, если мы надеемся только на какое-то лекарство или там на вакцину, или на изоляцию, что вот мы там будем сидеть, и нас это не коснётся, то мы игнорируем вообще то, что происходит в нашем мозгу, с нашими эмоциями. И тогда мы просто боимся. Когда мы начинаем бояться, что вот это вот что-то страшное с нами случится. Вот. А на самом деле мозг на него же влияет то, что мы думаем, то, что мы чувствуем. И только после этого он отдаёт команды телу. Но, с другой стороны, ведь есть люди, которые, напротив, даже, я бы сказал, получают удовольствие от того, что они оказались, наконец-то, вот на удалённой работе, никто их не дёргает, они вместе с семьёй, дети никуда не уходят в школу. Можно практически вот каждый день, как выходной, то есть вот наоборот, получать от этого большое удовольствие. Согласна с вами. Тут, знаете, эта ситуация с коронавирусом, она как бы высветила те проблемные зоны, которые есть у каждого. То есть каждый реагирует на то, что его задевает. То есть те, кто, да, получил возможность сидеть дома, вот как вы описали, да, прекрасно, но, возможно, его в этой ситуации задевает что-то другое. Но есть люди, которых действительно вот эта ситуация напрягает, именно вызывает опасения с точки зрения заболеть. И, в общем, как бы сегодня моя тема, она про это. Я вам, для примера, расскажу историю. Вот я, собственно, наблюдала за собой. Ну, как бы на себе лучше всего замечать все эти механизмы, как это работает. Я пошла в магазин. В соседний магазинчик. Прекрасная погода, наконец-то вырвалась на улицу, значит, радостно, приятно. Пришла в магазин, там тоже всё хорошо, несколько человек, все в масках. В общем, я купила то, что нужно, иду обратно. Опять-таки, чувствую, вроде бы всё прекрасно и хорошо. И вдруг, знаете, когда идёшь, там мысли где-то же витают у нас всех обычно. И вдруг в какой-то момент я начинаю чувствовать, что у меня начинает щипать в носу, начинает вот затылок тяжёлый становиться. В общем, какое-то наплывает такое состояние, как будто вот я заболеваю. Я так думаю, так, стоп, что случилось? Я же только что была здорова, всё было хорошо. И я спрашиваю себя, о чём я только что думала? И тут я успела схватить эту мысль, так сказать, за хвост. И я заметила, что я в этот момент вспоминала, у нас печатают, сообщают информацию о больных коронавирусом, где вот они там накануне, где они находились. И вот я тут в этот момент вспомнила, что я читала, как вчера в супере, в другом супере, не там, где я была, но неподалёку, в 13 часов дня был больной коронавирусом. И вот мой мозг это вспомнил, и уже я рисовала себе картинку, что я встретилась с этим больным коронавирусом, и всё, я уже заболеваю. То есть я как бы мысль неосознанно совершенно одела уже на себя этот образ болезни, и я тут же начала это чувствовать. То есть вот это состояние заболевания, оно тут же, тут же начинает ощущаться. И так обычно, так очень часто происходит. Но у болезни есть несколько механизмов, если мы говорим о психологических причинах. Вот это механизм через страх. Когда мы чего-то боимся, то неосознанно этот образ, если кажется, что мы можем, например, заболеть, то этот образ как бы сами на себя одеваем. Но поскольку я это заметила, то в этот момент я себя сказала осознанно уже так, стоп, я совсем в другом месте, я совсем не в том супере была. И ко мне эта информация не имеет никакого отношения. И после этого вот само по себе осознание этого момента, то есть что привело к больному состоянию, оно позволяет разделиться, разотожреститься. Мы сейчас говорим всё-таки, мы говорим о том, что человек придумывает себе какие-то ложные симптомы. То есть человек действительно реально может на него чихнуть, заболевший коронавирусом, и у него начинается тогда заболевание. А мы сейчас говорим просто про людей, которые испытывают какие-то ложные симптомы именно из-за страха заболеть, я так понимаю, да? В данном случае, да, я описываю механизм психосоматики, но на самом же деле в нашем организме много всяких вирусов. И психосоматика, она часто, ну как бы если я поверила, что я больная, то как бы найдётся возможность это реализовать. Вот, поэтому если успеть отследить это, отловить вот на первом этапе, то это просто не происходит ничего, восстанавливается хорошее состояние. Но если, например, если я бы поверила, да, я бы сказала, ой, да, я заболеваю, что-то я заболеваю, так, всё, ну надо пойти уже начать лечиться. Короче, если поверить, вообще тело, мозг, во что мы верим, оно очень сильно влияет. Вот, поэтому если поверить и не остановить, то симптомы могут развиваться, и дальше это вполне может вылиться в какое-то реальное заболевание. Ну, вы знаете, на самом деле хочу добавить из себя, что в принципе, какой бы человек ни был прокачанный, там, есть кто действительно кайфует, вот как вы говорите, от сидения дома, всё равно я сама себя ловила. Тоже вот то, о чём сейчас Татьяна говорит, оно свойственно, наверное, любому человеку, потому что психика, она достаточно тонкая, да, и мы просто можем уловить вот эту эмоцию страха, мы её просто можем поймать и испугаться. Хотя я, на самом деле, я не хожу, я не боюсь этого вируса, вот так, как вот, ну, как есть кто боится, да, но поймать вот эту вот мысль, я неоднократно себя ловила на этом, это правда. Но есть ведь, говорят о том, что многие люди испытывают, ну, настолько большой страх, что вот они, приходя домой, там, 10 раз моют руки, тут же снимают с себя одежду и там её в стиральную машину отправляют. То есть вот у них это развито очень болезненно, вот такой страх. Но если им это помогает, вот я лично считаю, что если им помогает надеть маску, я вот вижу пожилых людей, они ходят в масках, да, я иду и понимаю, что ему эта маска не поможет, но ему лично, ему, он верит в эту маску, и на самом деле то, во что мы верим, оно очень-очень сильно нам повышает вот эту психическую силу. И я думаю, что вот Татьяна сейчас как раз и сказала про это, да, что если мы говорим «стоп», да, то есть мы сами должны в этот момент для себя сказать «стоп, это вообще не ко мне», да, то есть это просто пришло вот с эфира, мы поймали вот эту вот, просто поймали, да. Да, не поверить, не поверить, потому что вот то, во что мы верим, с чем мы согласны, оно, мы это усиливаем. И поэтому наоборот, вот если человек очень сильно чего-то боится, то фактически это же тоже вера, да, я верю, что со мной это может случиться. И таким образом мы вот эти мысли как бы усиливаем. Вот поэтому, конечно, хорошо вот находить в себе, во что мы верим, ну вот позитивно. И в данном случае, вот если с тем же коронавирусом, то поверь, вспомнить о том, что на самом деле я здорова, и на самом деле ничего такого страшного, ну как бы думать в этом направлении, может быть даже представить, вот помогает свой образ, например, именно, ну, подсознание, оно на образы хорошо реагирует, не на мысли, а на образы. Поэтому, например, если представить, вот сказать себе, о, нет, со мной всё в порядке, и вспомнить себя вот, когда я здоровая, когда я полна сил, именно вспомнить как образ, чтобы вот это было ощущение в теле, вот бодрости, активности. И это помогает перестроить как бы мозг на вот на это, на состояние здоровья. Вот. Но я хотела сказать, что кроме коронавируса, тема же болезни, она широкая, то есть сейчас у нас коронавирус, но я уверена, что очень скоро он уже пройдёт. Вот в Израиле мы уже начали, кстати, первый этап выхода, так сказать. Да, да, у всех уже чувствуется, да, и у нас тоже чувствуется немножко, люди ожили. И эта первая волна вот этого вот действительно шокового страха, она действительно парализовала очень многих людей, это правда. Сейчас потихонечку все выходят из этого состояния, да. Поэтому я хотела бы сказать в целом про болезни. Вот что мне кажется важным, такой момент, что вот когда возникает, опять-таки я говорю о психологических причинах болезни, ну, в общем-то, сейчас уже достаточно это признаётся, что очень многие болезни имеют как бы включение, да, именно психологическое, когда первый импульс. Так вот, что на возникновение болезни возникает, всегда есть триггер, есть некая ситуация-триггер, после которой как бы болезнь активизируется. И почему? Потому что в этой ситуации-триггере возникает какой-то эмоциональный конфликт для самого человека, который затем запускает болезнь. Я приведу такой очень простой пример. Я думаю, ну, многие, ну, те люди, которые более-таки эмоционально впечатлительные, могут у себя вспомнить что-то похожее. Например, у женщины была ссора с мужем, и он на неё кричал. И она не хотела эту ссору раздувать, и поэтому сдержала себя. И, ну, была, конечно, обида, и она не высказала то, что не стала кричать в ответ. Вообще промолчала, как бы подавила в себе свои чувства. Ну, не хотела, не хотелось это всё, боялась. Боялась раздуть конфликт. И на следующее утро она проснулась и почувствовала, что у неё болит горло. Она почувствовала себя простуженной. Ну, так получилось, это была моя клиентка, поэтому как раз у нас не была встреча. И обычно люди не обращают внимания. Ну, такие заболевания. Ну, подумаешь, заболел там немножко, что, ну, горло болит. А тут как раз она мне это рассказала, и поэтому я говорю, ну, давай, хочешь, посмотрим, в чём дело. То есть, потому что симптомы были, болит горло, вот всё, вчера было всё хорошо, сегодня болит горло. И вот оказалось, когда мы начали разбираться, что вот в этой ситуации накануне вечером была ссора с мужем. И из-за того, что женщина, она как бы сама себя, получается, задавила, да, подавила свои чувства. Вот я прям показываю, да, горло. Ну, горло это не высказалось, конечно. Да, да, не высказала. И всё, на следующее утро уже есть, за ночь это всё переварилось там. Мы же, когда спим, там всё, информация сортируется у нас в подсознании. И на следующее утро всё, готовая болезнь. Вот. Но поэтому опять-таки вот поскольку она… То есть надо было выкричаться ей тоже, да? Вот ей нужно было ответить что-то, выкричаться. Да, 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 высказаться. То есть тут проблема в том, что были эмоции подавлены. То есть вот психологический конфликт у неё с собой, с самой собой в этой ситуации. С одной стороны, я чувствую потребность, ну, как-то защититься, да, высказаться. А с другой стороны, я себе этого не позволяю. По каким-то объективным причинам для женщин многих, да? Там есть масса причин, по которым женщина не может сказать, например, там, мужу или там мужчине то, что она хотела бы, да? На самом деле тут про объективные причины дело такое, потому что вот следующий шаг, да, есть ситуация-триггер, в которой есть совершенно реальный конфликт, совершенно объективный. С другой стороны, есть подсознательные модели поведения, которые у этой, ну, в частности, у женщины есть, которые на неё влияют. Почему она именно так вот, почему она не высказывает? Есть же наоборот те, которые только есть несправедливость, я сейчас буду махать шашкой и тут всех разорву. А в данном случае нет, в данном случае я лучше подавлю свои чувства, я лучше, значит, сохраню мир за счёт своего себя. Так вот, модель поведения, откуда она идёт, в данном случае она шла из детства и с отношениями с мамой. Ну, к примеру, да, вот это в данном случае так. И там мама была такая подавляющая, и девочка тоже привыкла к тому, что она нашла такой интуитивный способ поведения, что лучше промолчать себе дороже, потому что иначе будет наказание. То есть на болезнь влияют также корни, откуда, когда вот такая модель поведения возникла. То есть триггер, ситуация триггер включает какие-то модели поведения из детства, и, соответственно, уже потом это всё проявляется в болезни. А может ли вот страх перед коронавирусом, страх заразиться коронавирусом стать триггером для других заболеваний? То есть вот просто не COVID-19, а просто вылезет то, что было у человека, какие-то проблемные вещи? Да, конечно, потому что если, в принципе, это то, что я вначале говорила, если коронавируса нет, а человек, например, он там боится, и у него там возникают страхи, вообще часто в этой ситуации, ну, панические атаки, например, вот сейчас возникают. Вот я, например, лично знаю мужчину, который, ну, такой очень уверенный такой в себе мужчина. Да, но у него эта ситуация вызвала страх не столько даже заразиться просто как болезнью, а что в результате его подключат к аппарату искусственного дыхания, и что это будет вот мучительная смерть. Вот-вот-вот. То есть у каждого своя какая-то цепочка идёт, да. Очень неожиданная, да. Я бы так никогда не подумала. А вот он говорит, а вот ты знаешь, я вот не боюсь заболеть, ничего не боюсь там, работа там, деньги, всё. Ну, то есть эта цепочка… Если меня подключат к искусственному дыханию, всё. Да, эта цепочка она повела просто в те слабые его места, которые у него есть, его личные, да. Да. Но вот скажите, Татьяна, вот у меня такой вопрос для человека, который вообще не знает о психосоматике, да, но вот заболело горло. Что в таком случае, как человек может определить, что у него именно вот, ну, что это связано с какой-то ситуацией, которую он там не проговорил, да? Или же это просто действительно простуда, ангина, грипп и так далее? То есть как человеку это определить? Ну, мне кажется, вот эта информация про ситуацию-триггер, которая всегда есть перед заболеванием, вот это очень важно понимать. И просто если какие-то симптомы неблагополучия в телесном возникают, то всегда нужно себя спросить, а что меня недавно расстроило? Вот что недавно было… Причём недавно, это, как правило, накануне. Потому что за ночь пока… Даже причём часто это так, что вот прямо сразу человек не осознаёт. То есть была некая такая эмоционально заряженная ситуация, да, что-то вот… На самом деле на злости, наоборот, если человек злится, у него же наоборот идёт подъём, вот этот адреналин даёт энергию. Это наоборот может ощущаться, как некая сила там. А за ночь это всё переваривается. Пока мы спим, это всё как-то там сортируется. И вот на следующий день уже, да, могут проявиться симптомы. Поэтому важно себя спросить, а что меня недавно расстроило? Что меня выбило из себя, вот прямо вчера? Как правило, это можно заметить, поскольку свеженькая ситуация, она ещё, так сказать, свежая. И как бы человек получает ответ… Ну, я это опять же проговариваю для людей, которые никогда не задавали себе эти вопросы. Я-то, в общем-то, задаю. Но вот так, чтобы человек услышал себя. То есть ему должна прийти какая-то подсказка, да? Или что-то, внутренний голос он услышит, или он почувствует это как-то в теле. Ну, как-то он должен среагировать, да? Ну, я думаю, что это просто как воспоминание, ну, как понимание, да? Что эта ситуация, она, по идее, вспоминается, или эмоции неприятные вспоминаются. И дальше, дальше. Вот получается болезнь из-за эмоционального конфликта. Поэтому нужно для начала хотя бы осознать, просто осознать, а что меня там расстроило, или что меня задело. То есть, например, вспомнилась какая-то ситуация, что мне там неприятно. Да, то есть, например, меня там что-то злит, или меня что-то унижает. Вот. Ну, в общем, вот это вот, осознать свои чувства. Для начала хотя бы это. У нас есть звонки, просто дозваниваются люди. Сейчас мы примем один из них. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. А подскажите, вот такая ситуация. Часто встречаются люди такого предпенсионного возраста с начальниками обычно, ну, в таких, как бы, в скандальных... То есть, начальник все время говорит, я тебя уволю, я тебя уволю. Если человек, ну, говорит, вот вы меня обманываете. Часто вот с обманом связано, да. Я тебя уволю. И если человек вот в себе сдерживает, да, то на утро у него либо пол тела парализовано, да, короче, попадает в этот, в неврологию, да. Вот что делать с начальниками, как себя вести? Потому что если ему выскажешь, тебе он все равно уволят, да. Лучше, конечно, стукнуть, я так понимаю. Если стукнешь, естественно, дел в полицию. Что делать в таких ситуациях? Спасибо. Спасибо. Конфликтная ситуация, да. Непростая. Я поняла, да. Да, с начальниками, конечно, вот лучше, конечно, вариант, да, в реальности как-то отреагировать эту эмоцию. То есть идеально было бы хотя бы высказать, ну, не агрессивно, а высказать, просто высказать, да, свои вот эти чувства. Важно не агрессивно, потому что, конечно, на агрессию, в любой ситуации на агрессию никто не отвечает хорошо. То есть агрессия вызывает агрессию. Вот. Что можно сделать, чтобы сбросить агрессию? То есть для того, чтобы, например, у вас возникла обида или злость. И чтобы вам эта эмоция не мешала, во-первых, воспринять нормальную ситуацию и обдумать, что можно сделать. Ну, есть, например, такие способы, наверное, знаете про японские манекены, да, вот этот, ну, вообще этот подход с манекенами. Вот в Японии там в компаниях манекены начальников находятся в холле, и каждый может прийти и их побить. Это идея, да. Это идея просто для того, чтобы сбросить вот эту волну агрессии, злости, которая первая. Это можно сделать подсобными средствами, да, можно постучать там подушку, примерно. Подушку дома взять, да, да, да. Но важно понимать, смотрите, что на самом деле вас злит не начальник. Вас злит ваше внутреннее чувство, что вы не можете ему как бы ответить, да, что вы не можете себя защитить. Поэтому прежде всего важно себе как-то сказать, что я себя могу защитить, что я достойна, я себя уважаю, я себя могу защитить. И постараться это сделать теми, ну, способами, которые вы считаете адекватными. Мы сейчас буквально ненадолго прервёмся, после чего продолжим программу «Другой мир». Продолжается программа «Другой мир». Татьяна Доля, её ведущая, и гости из Израиля у нас по скайпу. Это психолог-психотерапевт, специалист по работе с подсознанием Татьяна Зоева. Мы продолжаем. Да, ну и мы вот при… Мы отвечали на вопрос слушателя, который говорил о том, вот как выплеснуть эту энергию. То есть получается, что нельзя всё-таки держать в себе негативные эмоции. И часто вот бывает, что интеллигентные люди стесняются проявлять эмоции прилюдно или как-то в такой агрессивной форме. Вот получается, что это может навредить здоровью. С одной стороны, да, конечно. С другой стороны, просто пойти и там набить все морды, это не поможет. Потому что это как бы… Злость — это защитная реакция на самом деле. То есть когда у человека возникает желание пойти и драться, это просто наш инстинкт выживания, у которого есть несколько реакций. Одна из них — бей, другая — беги. Или замри. Поэтому лучше всего это понять, какая проблема под злостью лежит. То есть для самого человека. Почему сейчас возникло желание драться, защищать себя? Потому что в основе, я поэтому сказала, что там, может быть, есть чувство унижения или что со мной несправедливо поступили. В общем, если удастся пройти под злость и понять, ну для самого себя понять, а что меня задело в этой ситуации, и просто признать свои чувства, сказать себе, что да, я сейчас злюсь, потому что вот ко мне не проявили уважения, например, или со мной не посчитались, или я себя там сейчас почувствовала беззащитной, вот как-то потеряла опору. И тогда это поможет, если человек уже признаёт, что его заделают, то тогда нет необходимости защищаться, ну драться. Ну вот так. Больше не было вопросов? Нет, пока вот больше не было, да. А давайте я тогда, вот я хочу ещё рассказать, может быть, про другое, более серьёзное заболевание. Ну, потому что оно часто встречается во психологических причинах. К примеру, это диабет. Кстати, тоже вот про, в принципе, там злость и есть. Ну, причина, психологическая причина диабета — это сопротивление, конфликт я имею в виду психологический, это сопротивление чему-то отвратительному, то есть вот сопротивление. Например, была у меня такая ситуация, когда женщину должны были повысить на работе, то есть она должна была занять пост начальника, ей это обещали, а потом в последний момент пригласили человека со стороны. И женщина осталась в этой ситуации, на этой же работе, при том, что её обманули, и вместо начальника заманил другой человек. И у неё внутри было очень сильное сопротивление к этой ситуации, тоже, наверное, такая знакомая. Мы бываем в таких ситуациях, когда мы вынуждены как бы смириться с чем-то, что вот кажется отвратительным. И тогда вот это сопротивление, оно возникает, вызывает тоже желание как бы внутренне бороться, как бы чувствовать борьбу, я должна с этим бороться. А на самом деле сделать ничего не могу. И вот возник диабет. И причина, идея такая, ну если мы не говорим о какой-то глубокой работе, то причина такая, идея такая, что нужно опять-таки осознать свои чувства, осознать вот это вот стремление сопротивляться и злиться по поводу ситуации и что-то попробовать изменить своё отношение. Потому что тут именно причина в данном случае возникновения диабета из-за того, что всё время вот вырабатывались эти гормоны вот сопротивляться, то есть защищаться. Ну вот в данном случае мы… Извините, Татьяна, вот просто сразу вопрос пока у меня возник. Вот если у этого человека конкретного, вот на эту эмоцию у него возникло вот такое заболевание, но на ту же эмоцию у другого человека, имеющего какие-то другие, там цепочку другую, может возникнуть и другое заболевание на ту же самую эмоцию. То есть это связано уже с какими-то родовыми историями, программами, которые существуют у каждого человека, свои? Да, потому что в корне включается вот ситуация конкретная, ну вот конфликтная в жизни, вот триггер. Там включаются, да, какие-то модели поведения, которые у человека там из детства, может быть, в семье предпосылка к каким-то определённым заболеваниям. И помогает, да, разобраться с этим. Но в принципе вот для диабета характерен именно конфликт такой, что сопротивление чему-то отвратительному. Есть такая специализация, да. Это просто помогает, ну вот понять, когда известны, есть справочники с причинами заболеваний психологических. Вот это помогает понять, какая ситуация вызвала. Потому что если это не сразу, вот так как я говорила, ситуация триггер сразу, на следующий день, там легче понять, в чём проблема. А когда уже прошло какое-то время, когда там несколько месяцев, или там полгода, всё коже сразу сложнее понять, что именно за дело. Поэтому такие ориентиры, они помогают найти. То есть прямо одна ситуация может включить вот это заболевание? Именно включить триггер, да. Триггер, да. Вот здесь важный этот момент, что… А уже что, он включается? Да, одно дело, там можно гневаться там месяцами, годами, иметь такой гневливый нрав, например, да, и получить какое-то заболевание при этом. А другое дело, что действительно может от одной ситуации включиться вот такая программа заболевания конкретного. Да, ну вот когда вот несправедливость, обман – это что-то одно, и оно такое сильное, да. То вот, да, такая ситуация, через пару месяцев это может превратиться в какое-то заболевание. Если постоянно, знаете, как стресс такой хронический от этой ситуации, вот человек на работе, он всё время видит этого начальника, он всё время понимает, что это несправедливо, и это накапливается хронический стресс, и в конечном счёте это проявляется в физическом… Слава Богу, сейчас, может быть, этому человеку легче, потому что он сидит дома, начальника он видит, может быть, только по удалённой связи, и, может, скажем, минимизированы вот эти какие-то отношения. Но, с другой стороны, вот мы видим, что говорят специалисты о том, что многие оказались не готовы со своей второй половинкой проводить очень много времени в замкнутом пространстве, это тоже стало испытанием. То есть одно дело, когда это медовый месяц, вот когда молодожёны, они не могут насытиться друг другом, они не отходят друг от друга. А вот когда этот же медовый месяц предлагают повторить через уже, условно говоря, 20 лет после свадьбы, это вот может привести прямо к тяжёлым конфликтам. Да, я согласна. Знаете, у меня одна моя приятельница сказала, ну вот они с мужем так посидели, и начались эти нестыковки, и она ему сказала, слушай, у нас сейчас с тобой тренировка пенсии, как мы с тобой на пенсии будем вместе? И ты знаешь, если ты не хочешь, чтобы я с тобой развелась, чтобы не сидеть с тобой на пенсии вместе, давай сейчас что-то менять, решать. Ну вот, поэтому мне кажется, что в такой ситуации, да, нужно искать компромиссы, и как бы, ну, чтобы каждый всё-таки имел своё пространство и имел возможность, ну, несмотря на то, что все дома, иметь возможность в своём углу, ну, образно говоря, углу, сделать то, что человеку хочется. То есть, мне кажется, одна из проблем, когда, ну, как бы вынуждена, да, я вынуждена делать, вот в такой ситуации, вынуждена делать то, что мне не хочется. Я вынуждена делать то, что там требуют дети, или то, что требует муж. То есть, невозможность вот этой своей границы какой-то, да, выстроить свои границы, чтобы я вот в своём месте могла спокойно делать то, что мне хочется, и меня никто не дёргает там, никто меня не требует чего-то. А я бы ещё добавила, наверное, от себя такой момент, что если человек осознанно подходит вот к этой ситуации, когда даже если очень любимая пара оказалась дома вместе надолго, то, да, безусловно, возникает раздражение друг на друга, это без этого никак, как бы мы там не любили друг друга, но присмотреться и прислушаться, а что же меня раздражает вдруг в этом человеке, да? То есть, надо тоже попытаться понять, потому что, на самом деле, этот период нам и дан для того, чтобы мы осознанно начали понимать, что вообще происходит у нас внутри, начали чувствовать себя и чувствовать своих партнёров в том числе. Да, у нас просто звонок ещё. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый. А вы знаете, насчёт этого мне как раз супруге повезло. Мы с ней антагонисты. Она сова, я жаборонок. Она любит посидеть на кухне, я люблю посидеть у себя на уголке в диване в комнате. И, честно говоря, по-моему, вот год можем привести друг с другом, и при этом не мешать друг другу. Замечательно. Спасибо, да, замечательно. Замечательно, правда. Какой-то вопрос есть? Нет, я понял, что вопроса нет. Я хотел просто прокомментировать, поделиться своей историей. На самом деле, это замечательно вообще. Достойно уважения такие отношения. А мне кажется, как раз вот пример, что у них пространства много. То есть, например, пока один спит, у второго много свободного места есть. То есть они друг друга находят свободное место друг для друга благодаря противоположным привычкам. Но вот сейчас ведь другая ещё проблема. Я понимаю, что многих людей, кроме страха вот перед коронавирусом, это, скажем, какой-то, ну, может быть, иррациональный страх, потому что мы не видим его, возникает ещё такой дополнительный негативный фон, связанный со страхом потерять работу. Понятно, что многие, ну, вот ухудшается экономическая ситуация и опасность, что упадут размеры доходов. То есть человек не сможет поддерживать тот уровень жизни, к которому он привык. Особенно это, может быть, давить на главу семейства, который чувствует там ответственность за семью, вот как добытчик, что вот он должен обеспечить свою семью. И вот у него вот эти вот психологические страхи, что они могут каким боком выйти? Ну, они-то могут, любой страх он может привести в конечном счёте, как любая эмоция, любой психологический конфликт, это может отразиться на теле. Но мне кажется, тут более полезно сказать, что с этим можно сделать, да, как таковым. Потому что, с одной стороны, страхи могут быть иррациональные. Ну, то есть, вот когда нету реальной такой причины, человеку, ну, он как бы, что, а вдруг это произойдёт. Есть такой хороший способ, я сейчас расскажу о нём, как со страхом можно разобраться. Это представить, что то, чего боится страх, что это произошло. И вот я, например, мне запомнила рассказ Ирины Хакамады, в Ютубе просто он выложен, там есть рассказ про её дочку, которая заболела раком, маленькая девочка. И вот когда ей нужно было зайти к ней в палату, ей было очень тяжело. И вот Ирина просто рассказывала, как она представила, что дочка умерла. Это кажется ужасным, да. Но вот когда она это представила, она сказала, что ей это дало дополнительные силы и энергию, чтобы действительно зайти к ней и действительно делать то, что она должна делать. Вот, поэтому это просто пример, потому что это на самом деле психологический такой приём, который, вот я, например, в работе это использую. Представь, что то, чего ты боишься, случилось. И найди в себе внутренние ресурсы, то есть увидеть, что на самом деле это не катастрофа, и даже с этим я смогу жить. И почувствовать, что… Ну как бы вспомнить, что я могу, и какой-то прошлый опыт, который мне поможет даже в этой ситуации справиться, остаться на плаву. И тогда возникает чувство опоры. Самое главное — не потерять опору в этой ситуации внутреннюю. И тогда и болезни не случится. А если человек почувствует чувств? Ну безусловно. Мне кажется, что не каждый может вот так вот смело, это очень смело, да, и, наверное, тот, кто реально не может посмотреть страху в глаза, да, так это, наверное, называется, то, по всей видимости, всё-таки нужен специалист в этой ситуации. Как вы считаете? Безусловно, конечно. Если для того и нужны психологи и психотерапевты, чтобы помочь разобраться со своей психикой, с эмоциями. Но если мы говорим про то, что человек сам себе может помочь в жизни, то, в общем, это самый правильный подход. Это действительно посмотреть, какую историю вообще я себе рассказываю. Потому что, как правило, что такое страх? Это некая история о том ужасном, которое может произойти, а человек это увидеть не хочет, и он начинает это как бы от себя отталкивать, да, вытеснять. Да, я хочу нашим слушателям напомнить 67212-93-9, 67213-93-9, ваши звонки, вопросы, может быть, комментарии, вы можете до конца программы остаётся буквально 10 минут, даже меньше. А у нас на связи по скайпу из Израиля Татьяна Зуева, психолог, психотерапевт и специалист по работе с подсознанием. Может быть, вот вы уже от себя, может быть, дайте какие-то нам инструменты, ну, людям, да, кто нас слушает, слушателям нашего радио, кто, как вообще, вот даже просто мысленно, как мы можем, ну, какую-то делать себе защиту. Каждый по-своему, наверное, уже научился за свою жизнь это делать, да, кто-то там на себя скафандр одевает, да, кто-то там ещё что-то, ну, то есть у каждого какие-то свои есть, но вот, может быть, для кого-то это будет полезно, какие-то примеры, как можно для себя вот делать такие какие-то защитные, использовать защитные инструменты? Татьяна, может быть, я скажу парадоксальную вещь, но на самом деле, если есть потребность делать защиту, это значит, что есть страх, и защита не нужна. Желательно избавиться от страха, потому что если есть страх и возникает желание делать защиту, значит, человек на самом деле уязвим, и это больше всего мешает. Вот мы сейчас и говорим про ту уязвимость, в которой оказались люди простые, незнакомые ни с какими техниками, ни с какими практиками, они действительно уязвимы, вот об этом сейчас речь идёт, да. Всё понятно. Я понимаю, окей, да, я скажу в несколько образах, просто идея всё-таки такая, я же говорю, что лучше… Это понятно. Чтобы… Но это зависит тоже от человека, да, если он готов посмотреть, чего я боюсь. Да, а образы, например, могут быть такие, вот как я уже сказала, почувствовать себя… Прежде всего мысль. Вот на нас влияет то, во что мы верим. Если я верю, что я слабая, и что я могу заболеть, то, соответственно, я усиливаю эту возможность. Если я верю, что я не могу справиться, я усиливаю эту возможность. Поэтому если я говорю, нет, я в это не верю, как не поверить? Надо вспомнить позитивный опыт. То есть, например, когда я была здорова, или как я справилась с подобной ситуацией в прошлом. То есть поверить в то, что… в хорошее, то есть поверить. Если не веришь, не сработает. И вот вспомнить этот образ, например, образ здоровья, то есть когда я была здорова и чувствовала себя в полной сил. Или когда я там справилась с какой-то проблемой, вот очень помогает. Например, я чего-то там боялась, а потом всё получилось хорошо. Вот этот образ, он очень помогает. Культивировать его, да. Образ успешности. Но важно именно вспомнить с ощущениями. Вот состояние, потому что тело, эмоции, это на подсознание влияет. А если говорить про защитные образы не из своего опыта. Например, можно себя представить, тут у нас у всех есть такое поле связанное с нашей энергией, нашими эмоциями. Можно представить, как символ этого образа, такое вот золотистое, ну как бы яйцо. Яйцо в том смысле, оно безусловно прозрачное, как из энергии. Золотистое. На самом деле у нас у всех есть такое некое поле. И человек так устроен, что оно само по себе даёт стопроцентную защиту. То есть если всё нормально, если человек сам не разрушает это какими-то сомнениями, то вот это внешнее защитное поле, оно полностью может это само защитить. Вот её надо усилить, визуализировать, что вы находитесь вот в таком золотистом шаре или вот таком овале, и ничто совершенно не может пробиться. Если человек верит в Бога, он может представить, что божественная сила, божественная энергия защищает вот его в этом шаре и напитывает, даёт энергию. Если человек верит во что-то другое, то есть то, что он верит, вот эти некие силы, что они ему дают поддержку и защиту, и он защищён в этом шаре. Атеисты, получается, что беззащитны полностью? Но они что же во что-то верят? В науку. Пускай человек верит. Верить можно, верить в себя, верить в будущее, верить, что дети продолжат после меня мой путь. То есть важно, вот должна быть некая вера в нечто более высокое, чем мы сами, да? То есть то, что… На самом деле это про смысл, да? Это про смысл жизни, наверное. Ну вот замечательно. То есть всё равно люди, наверное, нуждаются вот в таких мыслеформах. И здесь вот, наверное, если мы говорим о психосоматике, может быть, пару слов по поводу тела и мыслей, да? Вот как начать чувствовать тело, да, что это необходимо всё-таки начать делать? Очень многие люди не ассоциируют, то есть у них тело, оно как-то с духом, ну, не всегда вместе. Ну да, тело – это что-то отдельное, вот как я начала с таблеточку выпить. Для начала нужно просто… Просто мы не замечаем вообще часто своих эмоций. Вот просто не замечаем, потому что мы думаем. А когда мысли, они противоположные состояния. Поэтому, чтобы почувствовать свою эмоцию, надо, ну, можно руку вот на грудь положить там и просто направить туда внимание и задать себе вопрос, а что я сейчас чувствую? Можно сделать несколько вдохов, ну, осознанно просто в этот момент не думать о чём-то, а просто прислушаться к себе, к своим чувствам, а что я сейчас чувствую? Это замечательное упражнение, на самом деле оно действительно замечательное. И так потихонечку, потихонечку будет развиваться вот эта вот связь, внутренняя связь со своим телом. Это очень просто. Просто обратить внимание на себя, на своё тело и что я сейчас чувствую. И особенно, если это какое-то неприятное состояние, это поможет. Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. У нас часто все проблемы обзывают вегетисосудистая дистония. Вот в Израиле тоже так. То есть не хотят копаться до конкретного диагноза. И ещё вопросик... Так, я разобыл. Ну, сейчас мы ответим на один, потом, если что, перезвоните. Да, нет сейчас такого диагноза вегетисосудистая дистония. На самом деле, это речь про психосоматику, как правило. Вот вегетисосудистая дистония. И поэтому есть смысл туда разбираться причины, из-за чего эти симптомы психологически возникают. Ну, что ещё психологические? Они не психологические симптомы-то. Да, но я имею в виду психологические причины, которые лежат в основе этих симптомов. В реальности это могут быть, да, головокружение, это могут быть какие-то, так называются, панические атаки, да, даже тахикардия, может быть. Ну, если это психосоматика, то это не настоящая, да, то есть, например, не настоящая тахикардия, но чувствуется она как, да, реально вот эти ощущения, сердце ощущается. Да, пожалуйста. А, и ещё, значит, у нас все смеются. Вот врачи поставят этот диагноз, да, все остальные смеются, они не считают этой болезнью. Вот, и ещё психоэмоциональное насилие, например, на работе, да, междунащальникам и подчинённым, оно приводит к психическим травмам, да. Вот у вас это считается как-то юридически, там, наказывается по закону, да. Понятно, спасибо. Ну, вы знаете, не знаю я насчёт юридических аспектов, да, я с этим не сталкивалась, вот, поэтому про... Ну, может быть, просто я имею в виду, что постоянное унижение, там, человека на работе, может быть, то, что вызывает у него нервный срыв и заболевание, вот такого типа. Ну, это не совсем наша тема, видимо, да. Просто юридически я хотела сказать, что я не знаю, является основанием это для юридического преследования, да. Но, по крайней мере, мы все знаем, что вот в соцсетях, например, да, что если там, да, зафиксировано оскорбление, то, да, это считается юридическим поводом для обвинения. Поэтому я думаю, что если это зафиксировано, то есть это, да, сейчас считается, что унижение другого человека, оскорбление его достоинства, да, что это уголовно наказуемо. Ну что же, на самом деле у нас час пролетел очень быстро, незаметно. Гости из Израиля. Татьяна Зуева, психолог-психотерапевт и специалист по работе с подсознанием, была сегодня с нами на связи. И Татьяна Доля, специалист по работе с внутренними ресурсами человека. Спасибо вам большое, Татьяна. Очень рады были встретиться в эфире.